В ночь с 18 на 19 июля 5 лет назад скоропостижно скончался российский певец, лидер рок-группы Король и Шут Михаил Горшнев, тело артиста нашли в его петербургском доме. Музыкант не дожил до своего 40-летия всего три недели. Утром 19 июля поклонники рокера увидели на официальной странице группы в Facebook пост окончании музыканта, с прискорбием вынуждены сообщить, что Михаил Горшнев скончался, все заявленные выступления группы отменяются. Подробности будут опубликованы позднее, говорилось в обращении, многие просто не поверили произошедшему. Однако через пару часов фанатов группы Король и Шут ждал новый удар, портал Лифензис раздобыл горячие снимки с места трагедии. На кадрах, опубликованных СМИ, мертвый артист в неестественной позе лежал на полу квартиры, на фотографиях, сделанных экспертом-криминалистом, отчетливо видно, что в одной руке у Михаила зажата пачка сигарет, а в другой – шприц, а рядом лежит чайная ложка. Из-за одежды на нем были лишь шорты. Скорее всего, Горшневу внезапно стало плохо, при падении он разбил лицо и встать уже не смог, гласила подпись к душераздирающим снимкам. Поклонники потеряли надежду, что ужасная новость – чей-то злой розыгрыш. Люди понесли цветы к месту смерти своего кумира, а на сайт, опубликовавший фото тела рокера, обрушился шквал негодования, народ требовал удалить неэтичные снимки. Первые результаты работы медэкспертов только подливали масло в огонь ярости фанатов. Специалисты заявили, что экспресс-анализы показали, на момент смерти в крови Горшнева было около алкоголя, то есть артист был сильно пьян, но доза не была смертельной. Народ заговорил о вероятности убийства и требовал найти виновных, при этом интернет-бунтарей даже не обратили внимания на оговорку экспертов, что тест на наркотики еще не готов. Михаила похоронили через три дня в Петербурге. Панихида проходила в спортивном комплексе «Юбилийный», под проливным дождем выстроилась очередь из двух тысяч человек. Взрослые и совсем юные поклонники несли своему кумиру ромашки и лилии. Кто-то стойко сдерживал слезы, кто-то рыдал, упав на ступеньки эска. После того, как все скорбящие последний раз взглянули на любимого музыканта, тело Горшнева отправили в крематорий, так как Михаил был против любых обрядов захоронения, его прах изначально планировали развеять. Однако 1 августа все же приняли решение оставить урну в Колумбаре на главной аллее Богословского кладбища в Санкт-Петербурге. Уже после похорон судмедэксперты огласили точные причины кончины лидера – короля Ишута. Смерть Горшнева наступила токсической и с развитием устро-миокардиальной недостаточности на фоне употребления алкогольных напитков и наркотического вещества – морфина. «Насильственных признаков смерти не обнаружено», – заявило Главное следственное управление СКР по Петербургу. Пристрасти артиста к запрещенным препаратам подтвердили его друзья и близкие. Михаил и сам при жизни не скрывал от публики погубную привычку и даже давал несколько интервью на эту тему, утверждая, что завязал с героином. Он лечился раз 5-6, может, даже и больше, в последние годы было даже так, что он полтора года не кололся. Но когда он стал выступать в спектакле, где он играл демона, вот тогда все опять началось. Роль была очень сложная, нужно было входить в нее и выходить вовремя. Миша столкнулся с большими трудностями, рассказывал портал luhi.ru отец Горшенева Юрий. Отметим, что мужчина умер на 41-й день после кончины сына. У Горшенева-старшего не выдерживала сердце, не перенесла гибели солиста и группа Король и Шут. Коллектив в августе 2013 года объявил о распаде. Мы пришли к единственно верному, на наш взгляд, решению. Красивая и долгая сказка под названием «Король и Шут» уходит в прошлое вместе с одним из ее создателей, бессменным лидером нашей группы, Михаилом Горшеневым. И хотя каждый из нас всегда будет чувствовать себя частью любимой семьи с долгой историей, где всего было вдоволь и счастливых и печальных моментов, мы не можем дальше продолжать без Михаил, который был нашим вожаком и сердцем. Как и многие из вас, мы не представляем себе группу «Король и Шут», без него объявили представители коллектива. Позже группа была воссоздана под названием «Северный флот», в память о Михаиле Горшеневе ежегодно проходят концерты и акции. Младший брат лидера группы «Киш» Алексей, выступающий в коллективе «Кокры Никсы», на рук фестивалях исполняет песни Михаила. В эти моменты зрители всегда растягивают черные полотна с изображением Горшка, так фанаты прозвали Горшенева. Коллеги из разных коллективов посвятили музыканту около 30 песен, критики в один голос твердят, что вклад Михаила в развитие российского рока еще предстоит оценить и осознать. Я бы сказал, что его артистический дар уводил его куда-то значительно дальше, чем панк. В принципе, он был парень с очень большим голосом, интересными творческими амбициями и мне всегда казалось, что ему не хватало более крупных, более масштабных форм для выражения своих творческих потенций, говорил в интервью Рия Новости музыкальный эксперт Артемий Троицкий, как писали дни. Ру Михаил Горшенев начал играть в рок-группе с 1988 года, тогда коллектив получил название «Контора». В 1989-м, учащийся в Ленинградском училище реставраторов, Горшенев познакомился с Андреем Князевым, который позже вошел в состав «Короля и Шульта» и стал основным автором текстов песен коллектива. Вместе с группой «Киш» музыкант записал 12 альбомов. Также на его счету односольная пластинка «Я алкоголик-анархист». Кроме того, Михаил был актером, он сыграл демона-парикмахера Суини Тодо в мюзикле Тио Ди Ди. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дени. Субтитры создавал DimaTorzok